Вот смотри, такой вопрос меня интересует, ну, чему мы в центре такому научились, чего мы достигли, что нам как-то помогло, ну, в жизни, да, и чему мы можем других людей обучить? Ну, слушай, хороший такой вопрос, но я слышу в нём такой привкус инфобизнеса, так? Так я для этого и спрашиваю. Смотри, чему мы обучаем в центре? Каков ощутимый результат? Нет, смотри, сначала, чему мы научились? Чему мы научились? Самый главный вопрос, чему обучаем, это уже инструменты, как мы это делаем, а чему мы-то научились, что мы можем передать людям? Я думаю, что наверняка мы сможем передать то, что мы научились жить в согласии со своей душой, что мы научились внутренней честности, что мы научились жить с людьми и говорить по-человечески, понимаешь, с людьми, вот, и из глубины наружу, и что эта глубина, которая достается из меня, из тебя, из всех нас, она, ну, подобна бассейну, в которой потом мы плаваем. И вот мы-то уже научились, мы научились давно хорошей командной работе, мы научились слышать людей, понимать людей, откликаться на их внутренний запрос, и мы научились быть внутренне успешными людьми, то есть людьми, которые живут в согласии со своей глубиной природы и могут этим согласием поделиться с другими. В принципе, это и есть суть, ну, глубинной психотерапии. Смотри, есть же психотерапия такая, не психотерапия, а психология, там, успеха, там, стань прокачанным, крутым, давай пять тысяч долларов туда-сюда, в неделю, в месяц, в день. А есть глубинные вещи, когда эти внешне успешные люди совсем не счастные внутри. Если мы находим контакт со своей внутренней счастливостью, с внутренней гармонией, мы можем провести в это измерение другого человека, и мы можем отпустить без привязки к нам и сказать, дорогой источник в тебе, не в нас источник. Очень часто различные религиозные группы, там, гуру говорят, приходи сюда, это саундтрек пошел. Только пальчиком не закрывай меня, пускай звучит саундтрек, пускай, пускай, это прекрасная музыка. Маэстро, пускай играет, звучит эта музыка. Итак, your next question. Следующий вопрос. Ну, следующий вопрос, конечно же, про измеримый результат. Как можно увидеть, что мы живем в согласии со своей душой, и что мы счастливые, там, или как-то это, ну, как это измеряется вообще? Наш результат, не их, а нас. Ну, смотри, мне кажется, что здесь каждый человек может иметь внутренний опыт и внутренние свидетельства относительно того, что мы можем в действительности об этом говорить. И это читается по лицам, это читается по нашим каким-то необычным проектам, постановкам. И, между прочим, очень важное свидетельство. Мы можем о себе чего угодно говорить, там, хвастаться, тудым-сюдым, но внутри, ну, кто может объективен быть в этой оценке? Люди, которые уезжают отсюда. У нас в группе, если ты знаешь, есть огромное количество отзывов. Эти люди не стали распальцованными, эти люди не стали там супербодрыми какими-то, они стали спокойными в глубине. И они поверили в любовь, в застижимость своих целей. Они вдохновились, они получили ту меру принятия, которой у них, может быть, не было. Они говорят, вы понимаете, очень большая сейчас проблема со старшими мужчинами, там, с отцами и так далее. То есть иногда ведь от отцовского принятия, от отцовского благословения очень многое зависит. Но если мужчина сам, муж там в семье, отец отстранённый, пьющий или злой, или какой-то диктатор, понимаете, какая штука получается, что женщина боится мужчин. Ребята, вырастая в такой атмосфере, при отсутствии ещё отца, боятся мужчин. Но наш центр называется «Очий дом». И здесь два прекрасных отца есть. Я и Иваныч. И мы даём это. И люди берут это. И это не наше холостовство, а это объективно-субъективная оценка того, с чем отсюда уезжают люди. Вот так вот. Всё? Да, ещё твой вопрос. Я тебя так залил каким-то... Да, что-то уже, наверное, много. Какой-то карамелью, что ты в карамели сидишь. Ну, в принципе, два этих вопроса, да, меня интересовало. Давай ещё, для тех людей, которые принимают решение, поехать ли вот этой осенью в очередь, дом не поехать. Вот как тебе кажется, какой вопрос будет решающим? Ты знаешь, у меня ответов целое море. Ну, как если по схеме инфобизнеса, да, то люди должны получить ответ на свою боль. То есть то, что какой-то у них есть запрос, который будет их в 5 часов утра и не даёт уснуть, они должны получить на него ответ. То есть, ну... Как бы вот. И мы должны как-то примерно дать этот список, что мы можем, ну, какую мы можем боль, ну, исцелить, да? Ну, смотри, наверняка это та боль, с которой стандартно люди ходят, к психологу, к психотерапевту. Вот. И нам, безусловно... Понимаешь, я-то чувствую себя в большей степени живым, я и так охренительно живой, но в большей степени живым чувствую, когда вот эти цветы просто распускаются на глазах, и осень, и листья, и ты идёшь просто с человеком, у него весна. Понимаешь? Можно изменить, ведь время года, когда расцветает душа человека. Вот. По какой причине душа увядает, завядает? Это, конечно, какое-то разочарование. Прежде всего, в любви. Это какое-то разочарование, чары ушли. По поводу себя самого. То есть, я, может быть, намечтал себе кучу чего-то, и я вот и такой, и охренительно сякой, а тут я понимаю, что то, что у меня, я о себе надумал, оно не имеет спроса в этом мире, и куда-то силы утекают. Ну, по поводу, конечно, выхода из деструктивных отношений, из этих всех невзаимных любовей бесконечных. Зависимости. Зависимости, да, безусловно. Ребят зависимости мы принимаем. В большей степени ребят здесь, потому что с девчатами очень по-другому. А у девчат бывает любовная зависимость. Ой, от любовной-то да. Они могут тоже приехать. От любовной-то да. Но наша задача не зацепить людей с невзаимного объекта на себя, а наоборот сказать, сними эту прилепленную к кому-то любовь, она твоя. Это твоя любовь спровоцирована на кого-то. Если это невзаимно, давай будем просыпаться. Вот. Потом, конечно, есть вот этот вопрос духовного поиска. Народ подразочаровался. Я хочу сказать, кто-то в православии, кто-то, например, там в какой-нибудь Веды, кто-то в Адвайту, сунулся и вот смотрит-смотрит эти бесконечные видео или там чего-то молится. А, ну, а где? Жизни нет. А где жизнь-то? А жизнь, а где источник? А источник в тебе. В момент, когда ты источник своей жизни спроецировал на каких-то других тренеров, мастеров, рэперов, каких-то удивительных артистов или какого-нибудь Филиппа Киркорова, то в этот момент ты отдал этому человеку свою силу. Но это твоя сила. Только пока человек приходит в какую-то религиозную группу, сразу и принимают. Приходи, дорогой, дорогая. Мы сейчас будем тут тебя любить. Как только ты уже адепт, внимание, переключилась на кого-то другого. А силу-то мою забрали. Поэтому как вернуть себе свою силу? Весь вопрос о силе. Люди умные, прошаренные, интернет знает всё. А сила-то только в нас. Поэтому и сила-это наша глубинная женская природа. Очень многие женщины не в контакте с женской природой. Очень многие мужчины не в контакте с женской природой, со своей силой. Они используют только ментальный интеллект. Но вот эту вот как бы внутреннюю силу, как с ней законтачиться? Это очень-очень важный вопрос. И мы, конечно, ищем ответ вместе. У нас нет готовых ответов, потому что ответ внутри. А мы находимся с Иванычем рядом, как эти, как повивальные бабки. И помогаем ему ответу родиться. Вот. Такая вот история. Поэтому с этими всеми вопросами я работаю давно. Иваныч работает тоже давно. Вот. Но у нас есть прекрасный консультант по женским вопросам, Машенька, которая может рассказать вам, как быть приятной, счастливой, красивой, молодой в самые различные возраста. 60, 30, 40, 45, 15, 8 лет. То есть, потому что я вот заметил, и, кстати, благодаря Маше во многом, что многие женщины, они находятся в какой-то печали, грусти и настороженности. И они, будучи прекрасными внутри, не доносят себя. Они вот такие вот, вгруппированные, тут горби где-то. И вот они по жизни идут с этими кошелками и думают, блин, опять спать в обнимку с подушкой. Ну, а как развернуться-то? Вот. И вот я хочу сказать по этих вопросах, может помочь только женщина, которая смогла это реализовать себе. Поэтому я в этом видео беззастенчиво рекламирую Машу Половиц, которая это делает, причём искусно, глубоко и качественно. Вот. Ну и, конечно, у нас прекрасные Ольга и Ирина на кухне. И каждое блюдо – это безусловный шедевр. То есть, это не только вкусно, но и очень эстетично. Вот. И массажист у нас там же есть. Да, у нас там есть санемассажист, который вас так чётко-чётко размассажит, чисто по правильным меридианам. Вот. Поэтому мы вот такая дружная команда три мальчика и три девочки. У нас такое как бы фифти-фифти. Вот. И мы, конечно, приглашаем вас этой осенью непременно приехать в центр для того, чтобы восстановиться, расправить крылья и полететь. Потому что жизнь глупа без риска. И правда всё же победит, как поёт замечательный Константин Никольский. То есть, понимаете, надо взлетать. Если кто-то уже устал от своей депрессованности, зашоренности, от того, что деньги есть и счастья нет, или от того, что нет ни денег, ни счастья, приезжайте, вы приедете сюда, и мы сможем этим с вами поделиться. Потому что здесь-то всё достаточно. Ну, вот такое хоум-видео, дорогие друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Аллилуйя. Пока.